В первую очередь работы будут проводиться здесь, будет сделано выполаживание, спрямление, дноуглубление, подпорная стенка и подсыпка площади участка. Известная дамба на Барнаулке в районе Булыгина. 20 с лишним лет она оставалась заброшенной, а ее берега все это время заболачивались. Но уже совсем скоро в акватории Барнаулу начнут создавать искусственный участок под жилую застройку. Масштабный проект получил положительные заключения многих экспертиз, в том числе экологической. Уже началась расчистка территории от мусора. Им буквально завалены заросли бывшего лесного пруда. После завезут грунт, чтобы засыпать и выровнять отведенный участок. Никаких опасений по повышению уровня грунтовых будет быть не может, потому что мы этим проектом занимаемся уже длительный период. Не стоит бояться этого. Наоборот, будет все сделано благоустроено. Укрепят обе берега, построят протяженную набережную вплоть до Красноармейского проспекта. А главное, уверяет застройщик, их проект даст импульс для развития инфраструктуры огромной территории. И только многоэтажками дело здесь не ограничится. Помимо всего прочего в проекте, в первую очередь, учтены социальные объекты. Это будут построены детские сады, школа и поликлиника. Проект жилого комплекса, говорит председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, будет способствовать и развитию дорожной сети города. В перспективе рядом предполагается построить так называемую четырехполосную дорогу жизни – Большую объездную Мамонтовскую магистраль. Она внесена в обновленную версию генплана города, разработан проект объекта, осталось найти источники его финансирования. Планируется, что дорога грузового движения разгрузит существующую дорогу по улице Кутузова. То есть будет исключено движение транзитного транспорта по улице Кутузова. Тем самым перенесен этот транзитный транспорт на создаваемую Мамонтовскую магистраль. Масса проведенных исследований и изысканий, положительных экспертиз позволили застройщику в мае этого года получить разрешение от Министерства природных ресурсов края на создание искусственного земельного участка. Правда, этот факт вызывает беспокойство у жителей прилегающего поселка Кирова. И так кто-то с транспортом плохо еще застроят? Это вообще... Рано или поздно сюда город все равно придет. В советское время был пляж там, и там был как бы хозяин государства. Потом это все забросили, кто-то взял в частники, кто-то в это... И понимаете, вот когда перестройка, его все это забросили, там нету хозяина. Но не все разделяют опасения. Есть и те, кто рад изменениям. К примеру, в заключении к общественным обсуждениям проекта из 13 отзывов больше половины положительные. Как человек неравнодушный, хотела бы отметить, что проект застройки берега Барнаулки, который рассматривается в мае на вашем сайте, это перспективный план по развитию Барнаула и хороший задел для получения новых рабочих мест не только в строительной отрасли, но и для архитекторов, для зеленителей, для торговли и производства материалов. Проект засыпки берега поддержали и 200 из 230 жителей Булыгина, принявших участие в опросе, который провел застройщик. В комментариях же люди в основном выражают надежду на то, что запущенное место в городе с самовольными свалками мусора превратится в современный семейный квартал. Елена Макаренко, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...